С детства у меня была мечта и цель помогать людям. Основной месседж проекта Несахар? Для нас защищать свои права это было ненормально. Самый жесткий случай в проекте Несахар? Даться досу хотелось много раз. Ты вышел с этого проекта? Папа меня всегда ругал, что я безответственный. Ныне депутат? Походу я все-таки ответственный. Нет ли вероятности, что ты стал инструментом другой карты? Ты кто такой вообще? Всем салам, друзья. Это Лайтс-подкаст. С вами Нурлан Мирзаматов. И у нас сегодня в гостях основатель проекта Несахар, ныне депутат Ирлан Коколов. Приветствую, друг мой. Как дела? Хорошо. Ты как? Нормально. Давайте я представлю нашего сегодняшнего гостя. Я сегодня, кстати, в наушниках. Для гостя мы тоже наушники подготовили, но чуть-чуть неудобно. Ирлан отказался. Из-за этого мы ему сегодня наушники не дали. Ирлан Коколов, ныне депутат, в прошлом блогер, журналист, таксист. Кем только ты ныне работал. Давай вот так сделаем. О проекте Несахар, наверное, большинство наших зрителей знает. Презентуй себя в одном предложении, если получится. Ну, счастливый человек. Класс. В двух словах. Ну, наши зрители прежде всего тебя знают как основателя проекта Несахар. Это тот проект, через который, в принципе, ты получил общую широкую известность. Так скажем. Получится рассказать вкратце про идеологию этого проекта и как она зародилась? Ну, идеология этого проекта, наверное, это моя идеология. Помогать. Я очень часто это в интервью говорил, но давай повторимся, чтобы... Наверное, есть люди, которые первый раз видят мое интервью, и поэтому я повторюсь. С детства у меня была мечта и цель помогать людям. Я всегда помогал бабушкам, я всегда помогал собачкам на улице, котенкам всем. То есть, от этого я... Да, всем. Прямо где я могу, я всегда помогал. И от этого я чувствовал счастье внутри. Счастье было у меня. И, естественно, взрослее люди начинают забывать вот эти свои детские мечты, детские цели, да, и переходят на жизнь, которую навязывает ему судьба. Это надо быть как все, это надо зарабатывать, это надо... И люди забывают то, о чем они мечтали в детстве, начинают быть несчастливыми, наверное. Точнее, если... Я не знаю, как люди, но я точно. И в один миг я понял, что я стал настолько несчастным человеком, да, я просто опустил себя до такой степени, вот обманывая себя, делая то, что я не хочу абсолютно, да, и я вообще забыл, на самом деле, что такое помогать. То есть, все окружение мое, все общество заставило меня забыть свою детскую мечту и стать каким-то эгоистом, что ли, и прям вот надо делать, надо работать, надо учиться, надо быть как все. Ну, и я в один прекрасный момент понял, что я был счастлив тогда, когда я помогал людям. Неважно как, да, но я всегда помогал, и я захотел помогать еще большим людям. Я же не знал, что проект НИСАХАР обретет такую популярность, и я стану таким известным человеком. Я думал, что... Я просто шел к цели, я хотел помогать, и НИСАХАР стал на то время самым лучшим инструментом, который я мог использовать для того, чтобы достичь вот эту вот... Исполнить свою детскую мечту. В начале проекта я начал помогать тысячи людям, потому что начали сперва... Ну, как обычно это происходит, начали сперва смотреть тысячи человек, потом две тысячи, потом десять, потом триста тысяч, потом пятьсот тысяч, потом миллионы, да? И я всегда говорил, что каждая серия проекта НИСАХАР, он приносит какую-либо пользу Хрестану. То есть, народу Хрестана. И я был счастлив. Я стал счастливым человеком. Идеология проекта – это дарить счастье. Он подарил счастье одному маленькому человеку, да, если... Ну, много кто знает, что пять лет назад я был таксистом. Ну, как это... Конечно, это говорится так, что я был таксистом. Ну, естественно, у меня было высшее образование. Я жил, как все, в общем. Я жил, как все. Я подчинялся правилам большинства, правилам общества. Ну, и вот этот проект НИСАХАР, он сделал меня счастливым. Я сделал этот проект, а этот проект подарил мне обратный эффект, счастье. И все хорошо. Основная идеология проекта НИСАХАР – это все-таки НИСАХАР – нести счастье. Ну, ты прям широко взял. Вот чисто бизнесовую часть здесь смотреть. Как обычно советуется? Вот как зарабатывать больше? Как становиться миллионером? Обычно вот так говорят. Научись производить ценность. Да. Ты научился какую-то ценность производить и продавать эту ценность кому-то. Теперь научись эту ценность продавать сразу тысячам людей. И вот так ты масштабируешься, оказывается. В твоем случае, я знаю, и это прям не будет скромно сказать, проект НИСАХАР – это, объективно говоря, номер один социальный блогерский проект страны. Но в самом начале, наверное, не было прям… Я понимаю то, что в основе, оказывается, было желание кому-то помогать, делиться счастьем. Вот как это произошло? Был, наверное, какой-то момент, какой-то триггер, который пришлось создавать или, я не знаю, расширять эту идею. Нет, во-первых, это пошло далеко с детства еще. То есть, я был таким ребенком, и спасибо родителям, которые меня понимали, да, я был таким ребенком, который… Ну да, они меня, конечно, били, загоняли какие-то рамки там, там поднедобные родители, но они всегда относились с пониманием к моим желаниям. Вот даже элементарно объясню, вот когда дети сбегают с уроков, да, вот мои одноклассники сбегали с уроков, и они… Потом они говорили, зачем мы сбежали, вот мы там на улице уже, все, мы сбежали уже с уроком. Они говорили, зачем мы сбежали? Вот мама теперь будет ругать, надо было досидеть, вот то есть, у этого ребенка уже появлялся страх идти домой, понимаешь? У меня этого страха не было. Я приходил домой, я говорил, я сегодня на этот урок не пошел. Мне говорили, почему ты не пошел? Ну, то есть, это родители, я не говорю, что они там были там ангелами, да? Почему ты не пошел? Я говорил, вот так, вот так. Вот такая причина. Поэтому я не пошел. Да, меня ругали, я понимаю, да, что меня ругали, но не было такого прям, что сейчас я тебе дам, короче. Почему ты там не пошел на этот урок? Нет, такого не было. Они понимали, где-то давали мне все-таки свободу. И вот чувство, что я должен быть свободным, это у меня далеко с детства шло. У меня есть примеры, конечно, но я бы не хотел бы сейчас эти примеры здесь рассказывать. Ну, один, может быть. Не, ну вот. Такой самый простой. Ну, просто, знаешь, я понимаю, что некоторыми примерами я могу человека повести неправильную, ну, здесь же еще и дети есть, которые смотрят неправильную дорогу я могу их повести. Потому что одно дело, когда ты обладаешь свободой, да, и другое дело, когда ты можешь сам контролировать эту свободу. То есть, не совсем сойти с ума. Понимаешь, это очень важный фактор. Многие люди... Что такое невоспитанный? Я не понимаю, что это такое? Кто должен воспитать в человеке человека? Обычно, наверное, воспитанный, говорят, тех ребят, которые ведут себя по общепризнанным правилам этикета, например. Нет, ну, кто воспитанный? Кто самый лучший воспитатель в мире? Кто? Родители? Родители? Или родители родителей. Или родители родителей. Кто? Я не знаю, кто самый вот этот тот воспитанный человек, от которого мы все должны получить вот это воспитание. Интересный момент. И я считаю, что самое большое воспитание человеку может дать сам человек. То есть, я воспитал себя. Чтобы там, да, было очень много факторов, общественных факторов дома, родительских, школа, там подобное. Я все это понимаю, но самое большое воспитание дал себе я сам. И в том числе ты дал себе сам свое воспитание. Смотри, элементарно, давай придем к тому, что школьные издевательства детей. Да? Это воспитание? Своего рода муштра, наверное. Это вот воспитание. Вот если ты длинный, высокий, да, то в школе тебя обзывают длинным. Если ты толстый, в школе тебя обзывают толстым. Если ты картавишь тебя в школе. То есть, любая вещь, которая, не дай бог, не похожа на других, это все, это начинается издевательство. Это Рася говорил, мне эту мысль Рася подарил. То есть, я и живу с этой мыслью, но он мне прям вот открыл этот шкаф и поставил все по полочкам в своем интервью. И вот реально, а это воспитание? И если ты выдержишь, не сломаешься, да, то это воспитание. Не то, что под их воспитание, ты не должен под их воспитание пойти. Ты должен выдержать и самовоспитаться. То есть, ты должен сказать, я не длинный, я высокий. Я не толстый, меня просто много. Либо в чем-нибудь в таком духе ты внутри должен это себе сказать, перевоспитаться и доказать всем остальным, что ты вот такой. У меня была огромная проблема с проектом Несахар. Это было известность. Все думают, что известность это круто, тому подобное. А я же был не готов. Понимаешь? Я обычный парень, который вышел и начал бороться за свое счастье. Начал бороться за тот инструмент, который ему дарит счастье, помогать всем. И у меня пошло, поехало. Да, что он такой кривой? Да, что он такой высокий? Волосы такие. Куртка, у него куртка такая. Понимаешь? А что у него других джинсов нет? Почему он все время в одних джинсах ходит? Да, нет у меня других джинсов, понимаете, ребята. Не нуждаюсь я в этом. То есть, пошел вот такой вот, прям вот, издеваться начали, знаешь? И опять-таки пришлось, конечно. И ты знаешь, я понял одну вещь, очень сильно издевались над моей речью. У меня просто дефект речи. Я не выговариваю то ли сы, то ли ши. Я не знаю. А если это вместе, то вообще катастрофа. Вот. И прям пошел вот такой, блин, прям буллинг, да? Прям пошел он, вот я чувствую. Мне в какой-то момент стало прям сложно. потому что, ну я говорю, знаешь, внутри меня идет война. Я говорю, ребята, ну ладно, ну есть у меня этот дефект. Ну нафига вы на этот дефект внимание обращаете? Смотрите, какой проект, ребята. Он же классный. Он же для вас работает. При чем тут мой дефект речи? Скажите мне. Нет. Дальше продолжаем. Сейчас мы тебя по полной. Сейчас мы тебя, да? Вообще что? Поменяйте этого журналиста, писали, прикинь? Это мне знакомо. Поменяйте этого журналиста, говорят. Ведущего. ведущего. Меняйте, говорят, лучше ведущего нет, что ли? Ну раз уж я осмелился за 30 лет выйти первыми и сказать, ребята, стоп. Я так больше дальше не хочу, чтобы мы продолжали жить, мы будем жить по-другому. Мы обратили внимание на то, что мы едим. Да? Так же? Да. Мы обратим внимание на это и мы будем бороться. Самая главная война этого за права потребителей. мы будем за это бороться. Давайте, ребята, вперед. Они мне говорят, ну некоторые, не все, давайте вот, самое странное у нас, это когда люди все берут на себя. Я не говорю про всех это, ребята, я говорю про некоторых. И начали там. Я говорю, а я вперед, давайте. И такая толпа на меня смотрит. А ты щепеляешь, у тебя дефект речи. Я говорю, да ладно, дефект речи, пойдемте бороться за свои права. Нет, у тебя куртка одна и та же, что ты джинсы не меняешь. И вот здесь ты в себя все еще воспитываешь. И ты знаешь, я, конечно, чуть-чуть это, мне стало чуть-чуть неудобно. Мне стало неудобно. Я это признаю для будущих, для растущего поколения, чтобы они тоже это понимали. И мне стало чуть-чуть неудобно. Я стал стесняться того, что у меня дефект речи. И мне помог, конечно, тогда наш директор телеканала «Апрель», я журналистом, впервые в жизни журналистом встал на телеканале «Апрель», и он мне помог. Я пришел к нему, и мы что-то разговаривали, просто разговаривали. Я говорю, можешь мне пойти к логопеду? Можешь попробовать еще раз? Потому что я в детстве уже пробовал. Можешь попробовать еще раз? Он сказал, зачем? Продолжай. Это твоя фишка, ты отличаешься от других этим, что у тебя есть дефект речи. Иди, говорит, голову мне не морочь, иди съемками занимайся. И прошло действительно где-то, наверное, полгода после того, когда люди перестали обращать внимание на мой дефект речи, и люди поняли, к чему я иду. Народ понял. И начал мне помогать большинство. Конечно, до сих пор остаются те люди, которые, если они раньше говорили, что надо поменять журналиста, ведущего, сейчас они говорят, надо поменять депутата, то есть эти люди остаются. Но при этом нужно уметь самовоспитываться. Основной месседж проекта Несахара это дали счастье. Ну, конечно, там какие-то боли, через боли, через тернистый путь. И был же момент какой-то конкретный, из-за чего ты вот начал. Какая-то ситуация. Ты пошел, покупал шоколадку, наверное, я не знаю, как это вот. До проекта даже на телевидении. Как это вот запускалось? Несправедливости больше везде. Не только в Кыргызстане. Сейчас, наверное, нас смотрят большинство кыргызстанцев и думают, вот, он прав. несправедливости очень много. И я с детства сталкивался всегда с несправедливостью. В школе, потом в университете, потом на улице, там. Ну, несправедливо, понимаешь? Несправедливо, когда когда ты заработал эти деньги потом, да? Вот ты пришел, купил просрочку, ты пошел домой, ты увидел, что это просрочка, ты приходишь в магазин и говоришь, пожалуйста, поменяйте мне эту просрочку. И там начинается, а может, ты не у нас покупал, а может, это не наш продукт был, это же было, это было совсем недавно, это было 5 лет назад. и доходило, а я такой упертый, я очень упертый, я вот, если я знаю, что я прав, я знаю, что если это справедливо, я стою до конца, короче, все. И мне приходилось драться, мне приходилось биться, меня очень часто унижали, как и всех других остальных, просто мне кажется, я не знаю, то ли это им нравилось, то ли они боялись с этим бороться, то ли какие еще другие причины есть для того, чтобы над ними издевались. Я сказал, стоп. Я сказал, ребята, нет, так нельзя. Я начал искать инструменты, как можно это остановить. И камера оказалась наилучшим инструментом. То есть, можно драться, да? Чем заканчивается драка? Драка заканчивается заявлением в милицию, и потом, кто круче, а, естественно, круче магазин, потому что у них есть деньги больше, чем у тебя, да? Обычно всегда так было. И, естественно, ты попадаешь. То есть, ты не добиваешься справедливости. Есть другой вариант, там, я не знаю, поломать что-нибудь в магазине. Такие мысли тоже приходили. Ну, то есть, я начал инструмент, придумать некий инструмент в голове, который поможет мне. это сделать. Я думал, 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 что можно делать. И при этом, я всегда защищал себя. Я искал справедливость. Во всех магазинах, во всех кафешках. У меня друзья так от меня устали. Я был практически везде в черном списке. И за счет того, что я в кафешках в черном списке, естественно, автоматически мои друзья оказывались в черном списке. Хотя, ребята, само понятие черный список, оно незаконно. Никто не имеет ограничивать ваши действия без повода. Понимаете? Не имеет права. Не имеет права. И в один день у меня случилось так, что я приехал домой, и я не добивался справедливости, честно скажу. Я спорил с кафешками, спорил с администрацией, с магазинами. Я не переставал спорить, но я больше получал по башке. И я больше получал непонимание окружения. Они мне все говорили, зачем тебе это надо? Живи как все, успокойся. подчинись. Это так было и так будет. Но я где-то верил и доверял себе. Я говорил, нет. Если сесть и долго подумать, можно придумать инструменты. И однажды случилось так, что я пришел домой, а я тогда таксовал. Я тогда таксовал, я приехал домой. я заехал домой пообедать. Заехал домой и моя племянница, ей тогда было где-то лет 5, наверное, года 4-5. И она мне говорит, о магазине бабушку обидели, мою маму. А я домой пришел, мама что-то без настроения. Ну, естественно, любая мама, что сделать, она не расскажет свою проблему своему сыну, не будет делать ему больно. Потому что сын может натворить все, что угодно, защищая свою маму. И она мне это не сказала, мне сказала, это племянница. Спасибо ей, Нурайка Рахмат, что ты тогда, хоть и была маленькая, но ты вот осмелилась это сделать. Наверняка бабушка сказала внучке, чтобы она этого не говорила. И она же маленькая, она подошла, говорит, а бабушку в магазине обидели. Я говорю, как? Ой, нас вытолкали из магазина, деньги на землю выкинули, короче, в общем, мою маму вытолкали, кажется, из магазина очков, где продавали очки для зрения. Очень поиздевательски, то есть, СБшник, такую уже взрослую женщину, вот так прям руками вытолкал из магазина. Ребята, вы что, о чем вы говорите, где мы живем? Какой-то молодой парень осмелился вытолкать мою маму. Какая-то маленькая девочка, которая там продавщица, она до такой степени офигела, что она, оказывается, вот эти деньги, которые мама купила, очки, вот эти деньги, она вот так на землю выкинула, оказывается, и сказала, забирай. И больше к нашему магазину не подходи. Обидно? Да. Я сел в машину, я был злой досом. У меня был гнев нереальный, я сел в машину, знаешь, ну что такая молодая кровь, да? Я там с пробуксовкой выехал из своей улицы, короче, еду и думаю, что я сейчас, да по башке дам, Естественно, там молодая девушка, да, там лет 18-19, много денег, ей никогда, да, вот такие вещи, которые она делала, ей никогда ничего не было. Все ее просто приходили, пугали и уходили. Я думаю, она не раз этим занималась. она практически профессионал в том, чтобы выгнать покупателя, понимаешь? Она из-за этого там и сидит, потому что у нас как было в магазинах, в магазинах сидели боевые, которые могут клиента послать. Понимаешь? И я еду, я думаю, все, ты попала, я буду тот человек, который добьется справедливости. я прихожу, захожу в этот магазин, там сидит красивая девушка, лет 19, борзая, вообще крутая, понимаешь? Такие волосы, ну прям, вообще крутая, короче. Я захожу, таксист, понимаешь? Ты же понимаешь мой уровень, да? То есть, я захожу, я говорю, девушка, говорю, я понимаю, в дороге, в пути, я понимаю, что нет смысла конфликтовать, потому что любой конфликт, который я начну, он будет работать против меня. Ну вот я там зайду, буду, начну драться, это закончится милицией, заявлением, где мне зададут обыкновенный вопрос, они мне зададут, а что ты подрался? Я скажу, за маму я подрался. Они мне спросят, закон тебе не позволяет драться за маму. У тебя что, других путей нет? Есть другие пути, можно писать письма в госорганы, про которых люди знать не знали до проекта Несахар, понимаешь? Потому что санэпидинадзор, антимонопольная служба, которые должны были отвечать за права потребителей, ребят, вы их помните? Кто-нибудь их видел вообще до проекта Несахар? Они как-то вам помогали в этом деле? Нет, конечно. Нет. Их не было, они как миф. Они просто существовали. Даже не существовали, они были, реально миф. Я не знаю, где они были. Потом мы узнали, что они там находятся на советской скрабина, чуть выше находится антимонополии. Это потом проект Несахар всем показал. И в общем, я приехал в этот магазин уже с мыслью с тем, что драться нельзя, конфликтовать нельзя. Надо пробовать мирным путем. Мирным. Потому что любой конфликт приводит к проигрышу. К моему проигрышу. Я пришел в этот магазин, я успокоился, я зашел, говорю, девушка, здравствуйте, она говорит, здравствуйте. Я говорю, вы вот так-то мою маму обидели, оказывается. А она до момента, когда я начал про маму говорить, она со мной совершенно нормально разговаривала. И вот этот момент, когда я сказал про свою маму, про женщину, которую она, она все, все, соперник, она пошла, вы сначала свою маму научите нормально разговаривать. Я говорю, девушка, ну у меня мама в возрасте, не могу я ее научить. Пожалуйста, войдите в мое положение как дочка другой матери. Просто извинитесь, пожалуйста, перед моей мамой. Я вот все, что у вас прошу, просто извиниться. Я прошу вас как сын. Я готов делать все для того, чтобы вы извинились и моя мама почувствовала вот эту вот безопасность, да? она сказала, нельзя, наверное, материться, да? Можно? Почему? Ну мне нельзя. Давай. Мы это можем запикать или что? Она сказала, короче, да пошел ты. Ты, мама твоя, все твои родственники, потомки твои, которые привели к тебе на этот свет. Чтоб не материться, я вот так рассказываю. До свидания. И я, у меня проснулся обратно гнев, и я начал идти на конфликт. Я начал орать. Я начал орать. В один момент я подумал, да и ладно, дай бог с ним, я сейчас вот эти все очки просто сломаю, переверну, и пускай меня заберут в милицию, я буду по закону отвечать. Но как-то я должен защитить свою маму. Я отсюда просто без защиты мамы я не уйду. А насчет мамы я тебе расскажу. У меня мама божий одуванчик. Вот в моем характере есть спокойствие такое. Это у меня от мамы. А вот это то, что такая сильная сторона, это у меня от папы. У меня папа очень стойкий человек. Он сиротой вырос, да. Он такой у меня жесткий человек, то есть он такой яркий пример сильного человека. Я подумал, я переверну просто. А, и у меня мама божий одуванчик, и оказывается этот конфликт был не один раз. То есть, мама купила очки, вот я эту историю так широко рассказываю, чтобы люди вспомнили эти дни. Люди уже забыли эти дни просто. Я широко хочу это рассказать. Мама моя купила в этом магазине коса очки дней пять там назад. Купила, и вот здесь оправа что-то неправильно стало. И она же клиент, она же естественно оказывается на следующий день пришла этой девушке, принесла очки и сказала, вот здесь что-то оправа неудобно мне. сделай пожалуйста что-нибудь. А они знаешь что делали раньше? Они просто другую комнату отводили, очки ставили, выносили, сказали, все готово, идите. Может быть до сих пор где-то так делают. Но сейчас есть слава богу и проект не сахар, который если пожаловаться придут и дадут по башке. Да? Тогда этого не было. И моя мама оказывается ушла, на работе посидела, ей опять здесь мед, и она опять приходит на второй день. Доча, что-то здесь нехорошо, что-то до сих пор. И она оказывается сказала, ну мы же вам вчера сделали, что нам еще сделать для вас? Вчера сделали все, что можно было, сегодня, извините. И мама оказывается спокойно ушла. Ушла, дня два она три с этими очками ходила, но мы не миллионеры до сих пор. понимаешь? Для нас, в нашей семье, для нас каждый сом был важен. А эти очки стоили, извини меня, полторы тысячи сомов. Для нас это были, это было прям как вложение. Понимаешь? И, ну мама думает, на пятый день уже думает, ну зачем мне эти очки, которые мне неудобны, которые я купила. Оказывается, принесла, просто сказала, давайте, отдавайте деньги, очки мне не подходят. И вот здесь у них пошел вот этот вот скандал. Понимаешь? То есть, мама ни с чем не виновата. Мама, как потребитель, по закону, Крылгыстана имеет на это право. А этого права она тогда, это где-то 2010-е годы, она не имела 2009-е годы. Она не имела этих прав, понимаешь? То есть, по закону она имела, но никто свои вот эти права не защищал, потому что все это заканчивалось в конце-то концов дракой. И я уверен, что сотни людей, которые сейчас нас видят, это было. Защищая свои права, они получали по башке обратно. Понимаешь? Я себя все-таки остановил, вышел, и я подумал, и я подумал, что я могу сделать. Ну, все вот эти факторы, все эти вещи, которые я перечислил, они невозможны. Подраться, поломать. Возможно, кто-то так и поступал. Эти мысли были, я не буду скрывать. Но я-то все время думал об инструменте, который будет широко работать. не на один магазин. И в тот день я нашел этот инструмент совершенно случайно. Совершенно случайно. У меня очень много было друзей-журналистов. Я всегда хотел стать журналистом, и я чуть им завидовал временами, потому что мне в свое время папа не разрешил стать журналистом. Я позвонил другу-журналисту, я говорю, Мара, приди, пожалуйста, а почему я ему позвонил, потому что его офис был очень близкий тому магазину. Я говорю, Марат, пожалуйста, приди, отсними магазин. Вот так у моей мамы конфликт произошел. Просто помоги. И я, естественно, понимаю своего друга на тот момент. Он говорит, Ирлан, ну зачем тебе это надо? Ничего мы не добьемся от этих съемок. И какая-то мелочная съемка из-за каких-то полторы тысячи сумок, из-за каких-то очков. Уйди оттуда. Зачем? То есть, там, на общественность выводить это не надо. Просто приди, сними, пожалуйста. И почему-то я в это поверил, что это заработает, понимаешь? Не знаю, откуда это у меня пришло, но я поверил в то, что вот так я смогу добиться справедливости. Я зашел к этой девушке, я сказал, я вам даю, а, я еще разговаривал с хозяйкой магазина. Я достучался до того, чтобы она позвонила хозяйке. И хозяйка магазина настолько в свое время они настолько не болели за свои магазины, они настолько были уверены, что у них будут продажи. Да, что такое для них один клиент, два клиента. У них по-любому будут продажи, настолько были уверены, что они всегда вставали в сторону своих рабочих продавщиц. И, в общем, она по телефону мне мягко объяснила, она мне сказала, знаешь, я все понимаю, но вашу маму, она так сказала, я вашу маму знать не знаю, а эта девушка у меня работает уже несколько лет. То есть, она как бизнесмен не стала улаживать этот конфликт. Да, никто в то время, как бизнесмены не улаживали конфликт. Всем было пофигу. Что такое? Один клиент, два клиента, все равно будут другие клиенты. И, вот, и, в общем, я зашел и сказал, вот сейчас, хорошо, вот я вас просил, вы отказались, да, я вас нормально попросил, попросить прощения. Я же вас не прошу многого, просто попросить прощения, все, для меня это важно, это моя мама, у вас тоже есть мама. И как бы вы бы чувствовали бы себя, если бы к вашей маме так отнеслись бы. Знаешь, что я услышал в ответ? Моя мама так бы не сделала бы. То есть, даже ее мама не стала бы защищать свои права, понимаешь? Для нас защищать свои права это было ненормально. Абсолютно ненормально. Люди настолько привыкли, что они без прав живут, что для них говорить, ребята, у вас есть права, стало ненормальным. И тогда у меня было еще несколько друзей-журналистов, я же говорил, я был в кругу журналистов, какой-то журналистский проект я хотел сделать до этого с гаишниками, но, к сожалению, не получилось. Вот так я позвал своих друзей, и я зашел, и я этой девушке сказал, я сказал, даю последний шанс. Я понял, что я нашел тот инструмент, который я сейчас, я буду победителем. Я ей даю последний шанс. Слава Богу, что она этот шанс не приняла, потому что, возможно, проекта Несахар не было бы. То есть, если бы она извинилась тогда, возможно, бы проекта просто не было. Она говорит, парень говорит, ты что, вообще не врубаешься, да? Что мне вообще, ты для меня не человек, мне наплевать на твои права. Я не только с твоей мамой так общаюсь. Я много раз так общалась, и меня много раз запугивали, с чего ты мальчишка взял, что ты будешь тем победителем, который победит меня. Образно. Образно. Я хорошо. Я вышел. Я ей сказал, я сделаю из тебя интернет-звезду. Я научу вас все магазины, не только вас магазин, а все магазины, я прямо так и сказал, я научу, что такое закон. Потому что я тогда уже более-менее читал и понимал, что такое закон о защите прав потребителей. Понимаешь? Я был заинтересован в этом, потому что я же искал инструмент. Многие вот эти заявления в госорганы, санэпидемнадзор, антимонопольная служба, тому подобное, это не помогало, это просто превращалось в какие-то бумаги. Какие-то бумаги, какие-то у них договоренности с магазинами, и они, да, посещали эти магазины, но по факту эти магазины по башке не получали, их никто не воспитывал. Просто приходили, потому что есть какие-то определенные, наверное, связи, наверное, они как-то друг от друга зависят, понимаешь, и поэтому порки такой не было по закону. В общем, этот инструмент тоже не работал. И она сказала, да, ради бога, делай, что хочешь, хочешь сделать из меня, я сказал, я из тебя сделаю интернет-сезду. Из-за вот этого, того, что ты стоишь на своем, я добьюсь. Дай делать, что хочешь. Хорошо? В общем, пришел первый мой друг, журналист, с камерой прям зашел, здравствуйте, почему? А журналистов, именно специализирующих на правах потребителей не было, и мне приходилось объяснять им, ребята, вот по такому-то закону они обязаны там вернуть там деньги. Вот по такому-то закону они обязаны с нами вот так вот разговаривать. То есть, я каждому своему другу-журналисту я объяснял, когда они заходили. И вот, в общем, зашел мой первый друг, отснял, эта девочка просто молча вот так села, вот так от камеры спряталась, вот так села, и 15 минут она ничего не отвечала первому журналисту. Ничего не отвечала. Он отснялся, все, ушел. Я говорю, девушка, говорю, я же вам говорил, что я звезду сделаю из вас. Вы не думайте, что один журналист придет. Сейчас сюда придут очень много журналистов. Подъехал мой второй друг, журналист, начал снимать то же самое, я ему так же объяснил, а почему согласно закону защите прав потребителей вы вот так-то, так-то, она обратно вот так лицо свое закрыла, села, молча вообще, ничего не говорила. И вот, в общем, тот журналист. То есть, понимаешь, это был целый процесс. Ну, ладно, на это потратилось, целый день я потратил на это, понимаешь? Чтоб добиться какого-то мира между продавцом и покупателем, какой-то определенный мир, кто-то должен уступить и все. И скорее всего уступить должен тот, кто не прав по закону. Понимаешь? по общественным принципам, по закону, что ей стоило сказать по телефону моей маме извините? Что стоило? Почему мы такими стали? И, в общем, когда пришел мой третий или четвертый друг, она вот так тоже просидела, когда журналисты ушли, она заплакала. Она заплакала, она сказала, все, я сделаю все, что вы просите. Я извинюсь перед вашей мамой. Победа. Я впервые за вот этот долгий срок хотения справедливости я впервые добился его. Я сел в машину, я ехал домой за мамой, чтоб привезти ее обратно сюда, купить ее очки, чтоб эта девушка извинилась над моей мамой, перед моей мамой, и чтоб моя мама почувствовала вот эту защиту своего сына. Понимаешь? Это было очень важно для меня. Я еду домой, я счастливый, и я в какой-то момент я понимаю, что вот эта победа справедливости, в общем, я остановил этот бой здесь внутри себя в голове. Все, дальше идти не надо. она может не просить прощения у моей мамы. Понимаешь? Сам факт вот этой борьбы целый день, да, он не был для того, чтобы я как-то себя самоудовлетворил. Это было сделано для победы. Для того, чтобы я смог поверить, что это можно сделать. И если я это сделаю, значит, я это могу сделать большинство, не только себя. И ты знаешь, я был прав. Я пришел домой, я маме сказал, мама, поехали, говорю, эта девушка готова перед вами извиниться. Она сказала, зачем, сын? Сынок, я не вижу смысла. Я ее простил еще тогда. очки эти, да ради бога с этими очками. Куплю в другом магазине. Не проблема. Понимаешь? А я победил. Я впервые в жизни наконец-то победил. Сколько было до этого конфликтов. Сколько раз мне приходилось драться с СБшниками. Понимаешь? Сколько раз мне приходилось выслушивать от администраторов магазинов, от продавцов магазинов. И вот этот день был мой день. Это был день победы. И я тогда понял, а скольким сыновьям я могу помочь? И дочерям может быть. Ты знаешь, да, дочерям тоже, но для сына это очень важно, потому что мужчин он защитник. Понимаешь? Он по природе защитник. И для него то, что он не может защитить, это очень больно. Это удар. Немаленький путь прошел проект? Нет, 4-5 лет? Нет, больше. Там больше, намного больше, потому что это началось в 2008-2009 годах, а сама идея зародилась еще в каких-то годах, понимаешь? Может быть, даже в школе. Где-то я не согласен с несправедливостью, это где-то в школе началось. Я не согласен с справедливостью в магазинах, это где-то в старших классах, в универе пошло, понимаешь? И это довольно длинный путь. Я знаю, что ты сам еще работал в магазине продавцом. Это в школьный период, в школьное время. И меня прям родители учили, меня мама учила быть очень вежливым, потому что у нас была большая конкуренция там, где мы работали. И понимаешь, тот маленький павильончик, который стоял во дворе, он был для определенных людей. Мы каждого клиента знали, потому что это был такой магазин дома. Поэтому меня там обучали быть вежливым. И я вообще сам понимал, что я должен работать на уровне, потому что есть конкуренты. И да, мы все. Но при этом мы возможно тоже что-то просроченное продавали. Я был маленький тогда, школьником был. И мы возможно продавали, я не помню. Я как помню, вроде мама смотрела за сроками годности, за понимаешь, такого опыта, как сейчас есть у простого народа покупать продукты домой, которым проект не сахар привил это просто. Просто для них это сейчас норма. Понимаешь? Для них сейчас это норма, а в то время таких норм не было. До такой степени мало кто знал рынок Апчапита? Сам по себе проект очень благородный. В плане восприятия наших жителей, народа о своих правах, о том, что мы имеем право что-то вернуть, чтобы это было непросрочным, чтобы все было по закону. Да, по закону. Но проект сам очень сложный. Там очень много грубо говоря негатива. И это наши зрители видели, как ты чуть ли не дрался с охраной, тебя чуть ли не на пол ложили, по полу таскали, грубо говоря. Было очень много таких ссор, моментов, напряжения. А какой, по твоему мнению, самый жесткий случай в проекте Несахар, который, возможно, даже не попал в сам проект, в публикацию на канале, или там его никто не смотрел. Или самый жесткий был, но его смотрели, и как он на самом деле был? Случай такой. Все вещи, которые на данный момент нам кажутся нереальными, всего несколько лет там назад были реальными. я устроился на телеканал апрель. Нет, даже до этого было, даже когда я был блогером. Ты знаешь, я был в одном магазине, не буду назвать название, я был в одном магазине, и я начал спорить, а уже съемки присутствовали тогда, я просто на телефон снимал. Ты на свой канал снимал, на YouTube канал снимал? Да, на телефон снимал, и подошли, как раньше было все дико было, я поражаюсь этому сейчас, я поражаюсь тому, что мы привыкли к тому, что этого нет, понимаешь, я так рад этому, я так счастлив, это было дико, я зашел в магазин, я вот так телефон вытащил, я начал снимать в холодильник, как подбежали два или три СБшника в спортивной одежде, даже раньше не было, сейчас они надевают форму, такого не было, а можно так, я не знаю, и мне тортутасын, э, что ты там снимаешь, это кто такое, вот это началось, я говорю, ребята, вы СБшники, вы вообще к этому магазину отношения никакого не имеете, охраняйте, ребята, я обезьян наулбать, у нас съемки запрещены, где запрещены, по какому закону запрещены, 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 все, я говорю, ребята, позовите администратора, зачем тебе администратор, вот я администратор, знаешь, вот так, как будто это его магазин, понимаешь, он этот магазин так охраняет, как будто это вот его собственность, и я к нему домой зашел. Я говорю, ребята, все, давайте, я с вами разговаривать не буду, давайте, позовите мне администратора, я буду вести разговор с администраторами. И где-то они с других магазинов, я не знаю, они кайфовали от этого, что ли, или что. С других магазинов СВСники сорвались, понимаешь, приехали в этот магазин и начали драться со мной, понимаешь. И они сперва не могли себе это позволить, где-то человек 10 вокруг меня вот так стоят парней. Клиентуры? Нет, СВСников. И я снимаю, они, выключай, туда-сюда. И ты знаешь, я даже помню один момент, что какая-то женщина мимо меня проходила и вот так сказала, эй, эльдей леолбойстунгу. Будь как народ, успокойся, да? Понимаешь? Я говорю, нет, я снимаю. И в конце, короче, они меня взяли, вытащили, выкинули из этого магазина. Прямо за руки, за ноги взяли, выкинули. Они-то у меня телефон отобрали в этот момент. Я говорю, телефон, телефон. И когда он мне телефон тоже кинул, у меня телефон разбился. Я пошел в ближайший ГОМ писать заявление. И в ГОМе, в глазах милиции и вообще в его поведении я не увидел, что он хочет меня защитить. Я не видел этого. Он всячески пытался от меня избавиться. Он мне говорил, что ну твой экран этот стоит полторы тысячи сомов. Он даже мне в открытую сказал, я даже не знаю, чем я тебе могу помочь. Ну пиши заявление, там посмотрим. Понимаешь? Такие времена были. И вот самые сложные времена, это всегда начало. Начало пути. Это всегда сложно. Сложно, сложно, сложно. Ты все время хочешь остановиться, послушать других людей. Здесь берет тебя лень. Лень говорит, да что ты, вот они же правы же все. Что ты выпендриваешься? Зачем тебе это надо? Сиди. Будь как все. И вот, наверное, вот самый сложный момент, это было начало проекта. Это еще до проекта Несахар. Это тогда, там, когда я был блогером, ютубером. А потом пошел проект Несахар. Это был. То есть я победил, вот это как блогер, я победил этот удар. Я понял, что я должен драться до последнего. Раз я уже начал этот путь. Раз я уже сказал, что я буду защищать. Будь любезен. Иди до конца уже. И я победил себя. Я начал иногда выезжать, делать съемки, заливать это в YouTube. Но пришел второй момент, это телеканал Апрель. Когда я стал журналистом, проект Несахар, который стал всем известен потом уже. Который взорвал просто. Ты знаешь, я вот гоняюсь за своей целью того, чтобы все-таки справедливость заработала. Все-таки, чтобы законы соблюдались. Гоняюсь за этим. И когда я переходил вот с этого уровня, уровня блогера на уровень журналиста. Я ни капли не осознавал, что такое известность. Я не знал, что это такое. И первый же месяц или два я просто... По-другому это не объяснишь просто. Извините меня. Это прям был буф. На улице люди с тобой фотографируются. Понимаешь? Тебе жмут руки. Говорят, что ты красавчик. Тебя поддерживают. Человек, который идет на улице тебе навстречу. Он тебя знает. Понимаешь? А я же не к этому шел. И это было... Это было приятно. Не буду я это скрывать. Это было приятно. Но даже в этом есть своя тяжесть. Ты начинаешь осознавать и принимать ответственность. То есть я же начал журналисткой заниматься безответственно. Я же не знал, что... Для кого-то я стану примером. Я этого не знал. Я не знал, что начнут называть имена детей в честь меня. Я не знал, что мне мой народ потом скажет... Ты это можешь, мы тебе поможем. Мы в тебя верим. Понимаешь? А когда тебе кто-то так говорит, ты уже... Если ты не дурак, если ты не дурак, ты почувствуешь ответственность за это. И то, что проект «Ни сахар» не останавливался, сколько бы у меня в личной жизни, сколько проблем было. Сколько было проблем в самом проекте «Ни сахар», сколько раз была нехватка денег. Да до сих пор проект «Ни сахар» до сих пор живет ни на чем, короче. И сколько бы проблем не было, вот это вот продолжение этого всего, этой дороги, это вот та ответственность, которую я на себя взял, которую я почувствовал, я осознал. И поэтому я, наверное, где-то не сдался, потому что сдаться до сих пор хотелось много раз, много раз. В одном из них даже ты сам мне помогал, ты... Вот мы работали вместе с «Лайдс Креатив Групп» и с Нурланом Мирзаматовым, да, и были сложные моменты. Я думаю... Я часто думал закрыть проект. Очень часто. И слава Богу. Что не закрыл. Что не закрыл, да. Слава Богу, что... Папа, знаешь, папа меня всегда ругал, что я безответственный. Ну, не знаю, папа будет этот интервью смотреть или нет. Папа, походу я все-таки ответственный. Наверное, где-то там, наверное, не ответственный. Но когда касается вопрос большинства, и когда касается вопрос справедливости, и что я могу изменить это, то да, я ответственный. Я до конца пойду. Потому что папа тоже меня не верил. Да вообще нафиг никто не верил. Вот на улице люди верили. Вот люди, которые видели, что я делаю, да, и они поверили. А вот родные, они же любят тебя, понимаешь? Вот есть вот этот момент, вот эта тонкая грань, которую нельзя нарушать. И я всегда это говорю себе, что с моими детьми я постараюсь. Я не знаю. Возможно, я стану таким же родителем, как и все. Но я очень сильно буду стараться не повторять вот эту ошибку. Когда любовь к ребенку давит его. Инициативу, начинание, желание. Давит, понимаешь? Я понимаю, что они боялись за мою жизнь. Я понимаю, что они меня любят и боятся, что со мной что-либо произойдет. Но при этом они не видели то счастье, которое я обретаю за этим. Я внутри для себя четко когда-то решил, что я не хочу прожить длинную, несчастливую и неинтересную жизнь. Я не знаю, сколько я проживу. Может, это будет очень короткая жизнь. Возможно. Я не знаю. Я тогда не знал. Я сейчас не знаю. Ну, слава Богу, Бог мне дал чуть больше, чем я думал тогда. Это уже шутка, конечно. Ну, наверное, доля правды в этой шутке есть. Потому что были очень опасные моменты в моей жизни. Но я себе дал слово, что я проживу жизнь интересных. Интересные и с пользой. Самое главное – это неинтерес. Самое главное – это польза. Я как-то не знаю. Я, может, чересчур философски мыслю. Но что такое наша жизнь? Это есть только миг. Это вот наша жизнь с тобой. Вот вместе сидящим мы с тобой ровесники. Наша с тобой жизнь – это даже не доля секунды в жизни, не вселенной. Понимаешь? Да, мы можем с разных сторон смотреть. Если смотреть со стороны мухи, то наша жизнь – вечность. А если смотреть со стороны вселенной, то наша жизнь даже не жизнь мухи. Понимаешь? И важно, чтобы каждый день мы были счастливы. Это очень важно. Важно обрести самодовольство в молодости. Да, в любой момент. Но самое главное – важно это обрести. Понимаешь? Даже не в молодости. Пускай это… Да, пускай когда-либо это будет, но ты должен почувствовать абсолютное счастье. Не в день рождения. Понимаешь? Не в день события какого-нибудь, праздника. А просто в какой-то день. Просто в первую пятницу сентября. Понимаешь? Обрести это счастье и понять, что ты счастливый человек. Не знаю, насколько меня поймут зрители. Я не знаю. Но я бы хотел, чтобы меня поняли. Через такой тернистый путь проект прошел. Были моменты, когда ты был на грани закрытия. Были моменты, когда журналистский путь закончился. Надо было уже обратно возвращаться в блогерский путь. Надо было содержать команду. Надо было содержать себя. И вот этот проект, чтобы он сам дальше жил. И ты про это много раз рассказывал. Через какие периоды ты проходил. По-моему, у многих начинаний такие времена настают. Когда нужно решаться, дальше продолжать. Или все-таки это закрыть и заняться чем-то другим. Но у тебя получилось. Получилось даже в каком плане. Не просто, чтобы проект продолжился. Ты с проекта вышел. А проект продолжился. То есть, вот это дитё, которое ты на свет привнес, создал. Оно живет своей собственной жизнью. И по моменту того, что все эти проблемы... Ты мечтаешь о том, что ты хочешь закрыть проект. За надобность этого проекта. Об этом ты говорил. Да. Но, судя по... Продолжение, да? Мне так кажется, что это такие моменты, которые, грубо говоря, вечные. То есть, проблемы, наверное, какие-то недопонимания. Какие-то процедурные восприятия по обслуживанию клиентов. Они, наверное, вечно будут. Нет. Почему? Нет, конечно. Есть страны, где клиент абсолютно прав. То есть, работают законы. Здесь же просто урегулирование законов же. Не писание законов, да? Не новые законы. А именно контроль тех, которые на данный момент существуют. Ну, да. Буирса. Хочется уверить, что у нас в скором времени так же станет. Закон, смотри. Закон, это... Что такое закон? Закон, это урегулирование споров. Понимаешь? Рождается конфликт. И закон, если он будет абсолютно исполняться, абсолютно, он урегулирует этот конфликт. То есть, закон, это и есть регулятор справедливости. Но, к сожалению, у нас в Кыргызстане это не работает. И есть страны, конечно, которые развиты, и они уже пришли к тому, что законы... Там я недавно, например, видел интервью одного человека, там говорится, что в Корее, оказывается, люди не дерутся, знаешь, да? Угу. Угу. В Южной Корее. Оказывается, в Корее ударить человека это очень дорого стоит. Очень дорого стоит, оказывается. Потому, что штрафы бешеные, оказывается. И поэтому они друг друга не бьют. Понимаешь? А знаешь, почему они друг друга не бьют? Потому, что работает закон. Угу. Потому, что он знает, ударив этого человека, он будет отвечать по закону. А закон заставит выплатить огромную сумму компенсации. А у нас человек может позволить ударить другого человека. Потому, что он знает, что где-то у него есть связи. Чуть-чуть денег в кармане. И где-то есть крышчилых. И они вот этой темой они смогут вырылить. И поэтому они уверенно начинают драться. То есть, это вопрос сознания людей? Это вопрос. Ментальности, культуры. Все-таки нет. Это вопрос неработающих законов. Не сознания, а все-таки законы. Законы. Заработавшие законы принесут сознание. Это яркий примет проекта «Не сахар». Угу. Я же говорю, вы... Надо... Вот... Я в комментах иногда читаю, как люди надо мной начинают издеваться. Как они начинают говорить, что я там рассказываю какую-то чушь и тому подобное. Мне не обидно. Мне как-то это... Просто я бы хотел сказать этим людям, что вы посмотрите начало проекта «Не сахар». Первые серии. Потом посмотрите. Выйдите. Прогуляйтесь по этим магазинам. Сходите. Верните что-нибудь. Ты знаешь, насколько я доволен работой проекта «Не сахар». На миллиард процентов я доволен проектом «Не сахар». Потому что какие обращения были. Ирулан Баке. Кроме того, что Ирулан, помогите... Я в одно время перестал что-то другое слышать. Помогите вернуть, пожалуйста, телефон. Потому что нам продали нерабочий телефон. БУшный, как новый продали. Было? Было. Пожалуйста, верните мне какую-то одежду, которая там... Этикетка не сорвана. Ничего не сорвано. Просто эта одежда мне не подошла. Я не могу эту одежду обыкновенную, которая стоит тоже тысячи-две тысячи сомов, вернуть в магазин, потому что они хотят. У меня же таких запросов было тысячи. Сейчас же этого нет. Вы зайдите в магазин, если просрочка... Вы говорите, это просрочка, они в магазине прямо убирают. На ваших глазах. Понимаешь? Насколько изменилось. Я прям чувствую, что ты кайфуешь, что проект реально он не то, что продолжил. Он дальше продолжает сиять и делать какие-то новые открытия. Вот был момент, когда недавно 5-6 месяцев один выпуск набрал за 1 миллион просмотров. А я не слежу за проектом. Все он уже устойчив. Мне этот новый ведущий не нравится. Старый лучший выпуск. Вот пока такие проблемы будут, скорее всего, и социальные проекты наподобие «Анисахара» будут существовать. Но как ты думаешь, когда действительно закон заработал так, как в опробированных странах, как в Южной Корее. Когда это произойдет и когда, грубо говоря, загнется проект «Анисахар»? Когда мы все этого захотим. Ну, это очень абстрактно. Ну, это правда. Когда мы все этого захотим. Когда мы поймем, что я – это все, а все – это я. Вот когда этот день придет. Вот тогда. Ты знаешь, я не понимаю людей, которые выкидывают мусор с окна автомобиля. Абсолютно нельзя. Я пробовал. Я реально говорю. Я выкидывал мусор тогда, когда я был в стрессовом состоянии, я ругался с человеком. И в этот момент у меня есть привычка разбрасываться. Я вот могу выкинуть какой-нибудь мусор с окна. Из окна. И я перестал это делать. Даже когда я ругаюсь с кем-то, даже я нервничаю, я просто перестал это делать. Потому что я понял, что ничто в этой жизни не дает мне права сделать так. Ничто не дает. И вот когда большинство, не все, ладно, большинство это осознает. Когда большинство поймет, что это наша страна, это наш дом. Нам, знаешь, нам на протяжении 30 лет говорят, что это наш дом, наш дом, наш дом. Мы должны вот так там, мы должны не сорить там. А никто пример-то не показывает. Понимаешь? Говорят одно, а делают другое. Никто не подает нам пример. Проект Сахар это делает. В принципе, это показывает, это работает. Это даже перевернуло восприятие большего числа народа. И даже восприятие у бизнесменов, у владельцев таких магазинчиков, торговых центров, заведений общепита и тому подобное. Но ты вышел с этого проекта. Ты стал депутатом. И какие у тебя ожидания от этой деятельности? То есть ты реально веришь, что депутатская деятельность будет более эффективной, нежели твой проект, который уже сделал изменения? И как ты это видишь? Труд. Надо трудиться. Ты знаешь? Когда ты побеждаешь, тебе появляется уверенность. Это очень важно. Я победил в лет 32. В 33. И я понял, что я победитель. Понимаешь? До этого я был лузером. Это очень важно. Знаешь, вот есть реальный победитель. Я вот часто вижу рекламу, и часто у нас очень в Христане много таких людей, которые обучают тебя чему-либо. Прикинь, каждый может тебя чему-либо обучать. Коуч по таким вопросам и тому подобное. И, к сожалению, многие из них аферисты. Многие из них аферисты. Но из них есть те несколько человек, которые добились это своими силами, а не победителя. Я когда с ними встречаюсь, я когда с ними встречаюсь, я когда с ними общаюсь, я чувствую, что я с ними наравне. Что они меня воспринимают. То есть, когда ты победитель, может, это и не есть так. Может, окружение с тобой так, как ты думаешь, не считается. Я тоже хотел это слово сказать, но другое слово там. Не воспринимает. Не воспринимает этого так, как ты думаешь про них. Но победитель, он вот здесь. Я всегда это говорю. Я надеюсь, что меня понимают. Я надеюсь это. Но победитель, ты здесь. То есть, тебе не нужно чья-то поддержка, либо чтоб тебе кто-то что-то сказал, для того, чтобы ты понимал, что любая вещь, за которую ты возьмешься, ты победишь. Но ты возьмешься именно за ту вещь, которая тебе действительно подушит и для тебя важна. Да, да. То есть, не надо там рассыпаться вот так вот там. Кто-то хочет быть миллионером, да ради бога, зарабатывайте деньги. Да? Кто-то хочет быть, я не знаю там, кем там. Кто-то хочет быть хирургом, как я в свое время хотел быть хирургом. Да, будьте хирургом. Я не говорю, что победа это не вот та вещь, которую ты там… Все должны знать. Понимаешь? Все должны убедить, что ты победитель. Нет. Победа это когда ты побеждаешь собственные страхи, когда ты побеждаешь себя. Когда ты побеждаешь себя, лень свою побеждаешь, когда страх свой побеждаешь. Когда ты побеждаешь вот эту неуверенность в себе, которая тебя заставляет дать задний, когда приходит этот момент. Ты, может, очень крутой чувак, реально говорю. Может быть, это действительно так. Но в тебе сидит что-то, что говорит… Нет. Крутой человек – это кто-то другой, это дети родственников, это дети соседей, это президент, это какой-то бизнесмен крутой, всем известный. Это какой-то певец, это какой-то актер. Но это не ты. Понимаешь? И вот, когда ты победишь себя и скажешь, что это я… Вот тогда это… Тогда ты поймешь, что… Оказывается, не так уж и сложно. Нет, сложно будет. Но победа того стоит. Как минимум для себя самого, да? Только для себя. Только для себя. Ты говорил одну вещь, что вот в начале того, когда мы беседовали, ты начал с того, что были разные трудности, и в том числе ты сам, в том числе я. То есть, это не зарабатывание денег, это быть… Не содержание команды. Не содержание команды. Кстати, я в первую очередь всегда думал о содержании команды. Помнишь? Самую первую очередь всегда я говорю, команда, а потом все остальное. Не содержание себя. Это не выполнение каких-то своих обязанностей, как сына, своей семьи. В общем, очень много жертв. И я в один момент, и я до сих пор пользуюсь этим инструментом, я поставил те вещи, которые вокруг меня по важности. Так, я. Важный? Либо важна команда проекта «Ни сахар», которая занимается съемками, которая делает монтаж и тому подобное. Кому должно быть комфортно? Ну, в случае проекта «Ни сахар», наверное, команде. Или тебе? Должно быть комфортно команде. Потому что… Если ты на правильном пути, если ты решился уже… Да, это я… Я уже решил это делать, да? Это не их решение. Это я решил это решение делать. Не в первую очередь я должен беспокоиться за команду, чтобы им было хорошо. Потом я должен беспокоиться за тех людей, которым я дал возможность поверить. И потом, 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 потом я где-то там. И я до сих пор пользуюсь этим инструментом. Я стараюсь быть последним. Ну, давай этот момент сформулируем чуть-чуть. В начале все-таки, наверное, из-за идеи зарождения, из-за этого пути идешь все-таки ты сам. Ну, да. В плане обеспечения, комфорта, снабжения. Потом, в первую очередь, идет команда. Но изначально, в любом случае, начинается с тебя самого. Потому что идея-то зародилась твоя, путь твой, борьба твоя. И энергию во все это даришь ты сам. Скорее всего, это самое первое. Но в обеспечении, во всем остальном, наверное, начинается с команды, да? Если вот так попытаться сформулировать. Не, а если ты и так счастлив, что тебе еще надо? Ну, я понимаю, что ты счастлив был. Зачем тебе что-то там? Я две зимы в проекте Несахарс ходил, вот у меня ботинки были, вот здесь дырявые были. И две зимы я ходил, у меня правая нога была постоянно мокрая. Угу. Всегда была мокрая. Это 20-21 год? Это 19-20 год. Потому что в 18-м я купил эти ботинки, они были новые. Ты вышел с проекта. И тут начался твой новый этап жизни. Ну, пока мы не перешли на тот этап, да, зафиксируем предыдущий этап. Это вот период зарождения, выживания, сияния, восхождения этого проекта. Сколько ты за период ведения этого проекта заработал? Где-то, наверное, около 70 тысяч долларов. Мой сейчас долг. Заработал долг в 70 тысяч долларов, да? Да, да, да. Ну, ты задал вопрос, я тебе ответил. Ну, ты знаешь, это такой долг, который народ, который меня в поверил, он мне давал. Он мне давал, он мне говорил, я могу даже, наверное, не возвращать этот долг. Потому что это было не лично мне, да, проекту Несахар. То есть, это были огромные суммы. Ты представляешь себе, проект Несахар был 4 года на самообеспечении. А зарабатывал, было не на чем. Естественно, он каждый год уходил в минус, там, на 10-15 тысяч долларов. Для кого-то это может показаться, ой, огромной суммой. Но на самом деле, там, когда съемки идут, это очень большие деньги. Это надо заправляться, это надо кушать, это надо куда-то поехать по областям. Я сейчас, будучи депутатом Джоорг Кемеша даже, я езжу сейчас по областям. Я работаю в большинстве случаев своим с регионами. И где-то одна поездка, ну, минимум, то есть, это минимальным расчетом обходится где-то 10-15 тысяч сумм. Это вот, ты там не живешь, ты туда поехал, встретился, поговорил, там, выяснил и обратно приехал. Вот это стоит где-то 10-15 тысяч сумм. Поэтому я очень много заработал долгов. Я, знаешь, я вот про это, про мастер-классы всегда говорю. Когда я был тот парень, который не счастливый, для него долг в тысячи сумм, это было убийственно просто. Как? Как можно, понимаешь, тысячи сумм быть должным? Вся для меня вот эта сумма, о которой я говорю, но я не говорю ровную сумму. Это где-то около, потому что я даже ровно не просчитывал, я знаю, что где-то около этой суммы. Нормально. Вообще абсолютно нормально. Вот, говоря про депутатскую деятельность. По-моему, это полтора года, как ты стал депутатом. И с самого начала этой деятельности, наверное, уже не так актуально. Наверное, и все еще продолжается. Будут мнения, что ты чуточку зазделся. И кто-то говорит, что наоборот стал мягче. Как ты сам чувствуешь? Какие изменения у тебя произошли с момента, как ты стал депутатом? Сегодня с тобой здесь сидит твой друг, Эрлан. Это которого ты знаешь, с которым ты дружил еще с того времени. И я вернулся. Я вернулся, мне пришлось опять бороться со всем. И я вот здесь сижу такой же, разговариваю так же, как и раньше, если ты заметил. Ты знаешь, пришло время, когда начали меня заново испытывать. Мне начали говорить, ты же теперь депутат. Ты же теперь должен быть вот таким. Ты теперь должен быть таким. Ты теперь должен ходить вот так. Ты должен вот это делать и тому подобное. И где-то я опять-таки, совершив ошибку, я подчинился тому, что мне начали говорить. Я подчинился. Этикет, костюм и тому подобное. Я сижу год, я думаю, блин, ничего не меняется. Я доволен не собой. Я не доволен собой. Народ не доволен мной. Ну, в общем, я решил, что я такой, какой я есть. Ну, вот такой я. Знаешь, был скандал с кепкой, когда меня в клуб не впустили в кепки. И все начали мне говорить, да ты же депутат. Ты что-то в клубе делаешь? Нет. Тебе сложно кепку снять, что ли? Мой путь когда-то начинался примерно с такого же примера. С каких-то очков. Понимаешь? Я тогда тоже мог бы дать задние и сказать, ну, это какие-то очки. Ладно, маме в другом магазине куплю. И нет, я вернулся. Я буду себя защищать. Я буду защищать остальных. И для этого, я не знаю, мне не надо там. Какой-то период все-таки депрессии я пережил. Будучи депутатом. Будучи депутатом. И я какой-то период я не принимал себя. Я работал над собой, чтобы изменить себя. Абсолютно бесполезная работа была, оказывается. Вообще. Неэффективная. Эта работа не принесла ни пользы. Ни мне. И ни тем людям, которые мне это говорили. Я понял просто, что... Ну, ладно. Я такой, какой я есть. И я буду продолжать делать то, что я умею делать. И как я это умею делать. И пока, слава Богу, до этого дня. Как я это делаю и как я это делал, вреда никому не принесло. Только полезное. Так что я вернулся. В случае с клубом и с кепкой. Как так произошло? Как вы решили поехать в клуб? Почему в кепке? И почему ты настоял, чтобы там вышел такой инцидент? И... Вот это, наверное, была борьба Эрулана, нормального, с Эруланом депутатом. Понимаешь? Я... Меня... Я хожу в клубы. При... Прикинь! Прикинь! У меня есть такие же друзья, как и у вас всех здесь сидящих и нас смотрящих. Прикинь! И они тоже в клубы ходят, прикинь! Ты представляешь? Мы живем как люди. Это довольно странно, конечно. Я же депутат. Я же головой должен был не сходить. А тут... Я пошел в клуб. Какой ужас. Сын народа. Второе. Я не подчинился правилам основываясь на законе. Удивительно, прикинь! Я, да? Человек, который всегда этим занимался. Я осмелился, будучи депутатом, защитить свои права. Я... Ты представляешь себе? Так, народ на меня накинулся, блин. Очень сильно накинулся на меня. Я прям был удивлен. А я этого и сдал, кстати. Я понимал, что я к этому иду, что будут вот такие разговоры. Но я в тот момент понимал, что если я не смогу доказать народу, что я такой же, как и они, то через время я должен буду превратиться в то, как они хотят меня видеть. А обычно люди создают образ, налипают этот образ, и потом им это не нравится. Знаешь? Реально? Оказалось так, что... Ну, в общем, я не стал доводить до конфликта. Я просто решил, что... Я такой, да, у меня есть друзья. Они ходят в клубы, они там справляют день рождения. Это нормальная вещь. Не должно... Я не могу из-за того, что я стал депутатом, они не должны какие-то свои планы менять и подстраиваться под меня. Они должны жить так же, как и жили раньше. Это было не в рабочее время. И я тоже не должен подстраиваться под общественное мнение. И я должен подстраиваться под закон. И требовать законности. И требовать, чтобы эти законы работали. С кепкой я вам честно скажу, мы не разобрались еще. Потому что там определенные органы пока не дают мне ответы насчет... Именно верхней одежды и кепки. Там у нас спорный момент все еще идет. Там антимонопольная служба по защите прав потребителей. Они не хотят брать на себя ответственность и говорить о том, что надо снимать кепку. И поэтому мы сейчас ждем от других органов ответы. В общем, там тоже не особо хотят с этим проблемами разбираться. Потому что это же мелочь. Понимаешь? Мы же привыкли. Мы же всегда делаем все крупное. Понимаешь? А мелочи пускай стоят. И мы не понимаем, что вот эти мелочи, они нас и душат. Понимаешь? Но я могу сказать, что мы убрали пункт, что администрация оставляет за собой право выбора клиента. Сейчас этого нету? Сейчас этого нету. В любом заведении? Нет. Точно этого нету сейчас. Законы там заработали. Не имеют права заведения. Ты знаешь, меня комментарии убили просто. Под этим видео меня просто комментарии убили. Мне стало настолько сложно воспринимать этот мир. Ты знаешь, что там в комментариях писали? Угу. Там писали, а ты что хочешь, чтобы каждый мырк в кепке заходил в клуб, что ли? Правильно сделали, что тебя не впустили. И ты такой думаешь, а вот ты комментатор, а ты кто такой вообще? Какое ты имеешь право определять, что кто-то мырк, а кто-то нет? Может, ты и создаешь этих мырков, про которых ты пишешь? Вот с таким конфликтом внутри. У тебя, дорогой мой, у тебя проблемы? Ты разделяешь людей, а насколько ты право имеешь это делать? И насколько ты это правильно делаешь? Тебе кто-то объяснял как-то, что это... Вот так должны люди разделяться? Понимаешь, там другой конфликт. Я просто понял, что я такой, какой я есть. Мне это нравится. Пока, слава Богу, я начну меняться тогда, когда упадет эффективность того, какой я есть. Я тогда начну меняться. Пока есть эффективность во мне таком, какой я есть, я буду продолжать. И все. По твоим словам, я понял, что все-таки первые месяцы, как минимум, была какая-то депрессия, какое-то неприятие себя приходилось как-то меняться. И тот период, наверное, именно сошелся с тем периодом, когда все начали говорить, что ты ушел в тишку, ничего не говоришь, ничего не делаешь, почему стал депутатом и тому подобное. Сейчас ты начал какие-то действия. По последним новостям, я знаю, что после твоих выступлений... После того, как ты вернулся, да? После возвращения там убрали министра. Еще один чиновник прям пришел и извинялся перед парламентом. Насколько твое воздействие... Ну да, по первому кейсу там все ясно инцидентам. Насколько ты думаешь, что ты этим процессом изменения повлиял? И нет ли вероятности, что ты стал инструментом другой карты? Этика госслужащего от меня требовали, я помню, этику госслужащего. И я... Здесь я отвечу этикой госслужащего. Я не имею права комментировать такие вещи. Пускай будет как будет, остальное работа покажет. Классно. А по своим действиям, по своей воле, по своим решениям, ты имеешь право какие-то инициативы поднимать? Имею и поднимаю. Все хорошо, я твердо стою на своих ногах. И нормально все. Понимаешь, я нормально отношусь к тому, что от меня требуют. Я к этому нормально отношусь. Вообще не проблема. Надо требовать от меня. Я это требование заслужил. Своей дорогой, путем, который я прошел, я все это заслужил сам. Но при этом я хочу, чтобы кто-то еще появился. Понимаешь? Нет, есть, есть. Я ничего не говорю. Есть. Есть очень много ребят. Но я хочу, чтобы их становилось больше. Приходите, пойдемте. Давайте делать вместе. Тут у нас как раз есть вопрос от наших комментаторов на канале. В сообществе спросили, почему вы, молодые, перспективные, сильные лидеры, не объединяетесь? Объединившись, вы могли бы перевернуть горы, добиться других результатов? На этот вопрос я знаю, ты уже отвечал на других интервью. Но, может, какие-то сейчас взгляды, ценности какие-то, другие мысли есть по поводу того, что почему не объединяются такие разнообразные, передовые, молодые, перспективные? Конфликт. Нет уступки. Каждый хочет быть лидером. А у каждого лидера есть свои амбиции. И эти амбиции, видать, не сходятся. Я тоже задавался этим вопросом. Ты знаешь, я видел всегда лидерство в другом человеке. Я перекладывал эту ответственность на другого человека. Ну, ты знаешь, по каким событиям, я не знаю, я не хочу это рассказывать, но я всегда... По событиям последних лет, так скажем. Да, по событиям последних лет я не хотел быть лидером. Я всегда толкал других людей. Я говорю, вот ты лидер, давай, делай. Я тебе помогу. Я с тобой. Да, я с тобой. Мне достаточно было сидеть в тени, понимаешь? Я сам по себе хотел этого. Просто сидеть в тени и помогать тем людям, которым я действительно считаю, что они лидеры. Действительно, они на стороне справедливости. И просто им помогать. Просто я, оказывается, не увидел один момент, что я сам являюсь лидером, оказывается. И никому я помочь, оказывается, не могу. Я могу только свой путь проходить. Оказывается, не вариант помогать. Я реально, я где-то года два, наверное, просто держал это все. Не хотел брать на себя ответственность. Мне была лень. Мне редко бывает страшно, но... Я не могу сказать, что мне было страшно, но мне была лень. Я перекладывал ответственность. Я был готов помогать, но... Но чтобы это был не я, чтобы это был другой человек. И сам не заметил, что, оказывается, я являюсь этим человеком. Ты... Вообще, твой стиль поведения... И тот путь, который ты выбираешь, обычно идет против течения. И таких людей обычно называют инноваторами. Но, с другой стороны, ты позиционируешься как лидер. То есть, твоя деятельность об этом и говорит. Также, в качество лидера входит создание или возвращение новых лидеров. Какую работу над этим ты сейчас ведешь? Суперскую. Я доволен. Я реально доволен. Есть... Ну, ребята, да? Али. Есть Умар, которых все знают. Умар, да, да. Большинство, да, знают. И у этих ребят получилось. Я очень рад этому. Но, помимо них, у меня есть еще несколько проектов, которые тоже они выстрелили. Я, то есть, помог тем, что подсказал, направил. И у них получилось. И я очень рад этому. Я прям чувствую гордость. А какие это проекты? Ну, я не могу сказать, потому что эти проекты на данном этапе тоже работают. И я просто рад тому, что я сделал какой-то некий вклад для того, чтобы они заработали. А так я счастлив и рад за них. И я никоим образом не делю их победу. Это их победа, да. Это стопроцентная их заслуга. Просто я считаю, что в одно время я подсказал, помог. Это медиапроекты? Есть и гос, и медиа, есть и бизнес, есть и все хорошо. Ну, там как... Классный вопрос, если честно, мне нравится. Я это не говорил, оказывается. Я это говорил им. Когда мы с ними встречаемся, я говорю, я очень рад за вас. Я рад, что у вас получилось. То, что я от этого тоже получаю счастье. Но самое классное, это то, что какой-то свой маленький вклад я в это сделал. И меня это радует. Вот даже касательно одного примера. Вот в случае с Умаром. С его приходом в проект «Несахар» он показал какие-то нереальные показатели. Вот за один день миллион просмотров. И ладно, там просмотры. Просмотры – это круто. С другой стороны, после этого посещения, это был завод, как я знаю, там через неделю сделали капитальный ремонт, все изменили. И это привело к каким-то изменениям, улучшениям в производстве. Слушай, можно перебью? Я извиняюсь. Просто я не могу разговаривать насчет Умара. И я буду ими все равно недоволен. Всегда и постоянно. Потому что это мои братишки. Они молодые. И они делают... Естественно, я чуть мудрее их. И я этот путь проходил. И для... Я всегда где-то в каком-то размере буду ими недоволен. Но при этом я... Просто, чтобы мы закрыли эту тему сразу, я не смогу в этой теме раскрыться. Я просто им благодарен. Я благодарен, что они смогли продолжить этот путь. И делают это. И на этом все. То есть, как брат, я чувствую... Я им благодарен просто. И все. А остальное зависит от них дальше. Что будет. Как будет. Они могут как и дальше сиять, а могут и сбиться с пути меньше. Да. То есть, это их... Это теперь уже их путь. Несомненно, как и сложности, были и веселые моменты, счастливые моменты. Да и сейчас ты чего? Классно, что ты прям можешь быть настоящим, наслаждаться настоящим, быть счастливым. И это вот тренд нашего времени. И это действительно лелеется. И это классно, что мы начинаем становиться людьми чувственными. То есть, которые чувствуют, которые умеют наслаждаться. Но есть воспоминания, какие-то самые счастливые моменты. Какой-то вот момент, когда вот... Один момент, да, когда ты смог добиться, ты победил. Но, может, есть еще самый радостный момент. Без надобности побеждать. Вера, отца. Это считается? Да. Если чуть-чуть раскроем, конечно. Мне кажется, что его любовь ко мне не давала поверить в меня. Я реально знаю, что это мешало любовь именно. Постоянное беспокойство, постоянное раздумья над тем, что его сын идет не туда. А хотелось бы, чтобы было по-евошнему, как он говорит. Потому что он, как отец, он видит лучше, что для меня нужнее, важнее. И вот эта любовь, она давала, оказывается, ему повод не быть уверенным во мне, в моих шагах, в моих действиях. И вообще в том, что я, может быть, нормальный. Не знаю. Конечно, это я чуть-чуть подшутил. Ну, и в общем... Но есть доля правды в этой шутке. Да. И, в общем... Ты знаешь, я как это вижу? Он мне не доверял. Он мне очень долго не доверял. Не доверял, не доверял, не доверял. И в какой-то момент он увидел что-то правильное в моих действиях. Что-то правильное в моих действиях увидел. И когда я была... И в один момент он меня поддержал. Он прям поддержал. Он так удивительно было для меня. Потому что я, оказывается, реально забыл уже, что такое поддержка родителей. Я понимаю, что это все было любя. Я ничего не говорю. Я не говорю, что я там... Раньше я мог так сказать. Раньше. Я раньше мог сказать, что это было не доверие. Это был какой-то ужас. Я мог это раньше сказать. Сейчас я не могу это сказать. Сейчас я говорю, что это было... Не можешь или не хочешь? Или в это не веришь? Я уже в это не верю. Это была абсолютная любовь. Понимаешь? Просто любовь другого человека. Не тебя самого. Это была любовь другого человека. И он тоже видел же, как правильно, понимаешь? С его стороны. Но... Когда он мне доверился, это было прям круто. Ты знаешь, я сейчас даже, сидя рядом с отцом, я чувствую его доверие. Это классно. Мама, она мне всегда доверяла. Всегда. Вот мама была, она тем амортизатором между отцом и мной. Она где-то чуть-чуть отцу поддавалась. В отношении меня, да, имеется в виду? Она где-то чуть-чуть отцу поддавалась, чуть-чуть говорила. Балам. Ну ты, папа, давай. И чуть-чуть мне. Ну и он же тоже может. То есть она была вот тем амортизатором. Но с папой было сложно. Было очень сложно. И я же говорю, я сейчас не говорю это, обвиняя его в этом, да? Я говорю это с осознанием, пониманием и с той любовью, которую я чувствовал от него. Тогда я чувствовал, что это вражда. Это не любовь. В первую очередь это была не любовь. Я иногда думал, как это так? Я же сын. А оказалось, нет. Оказалось в том-то и дело, что я сын. Его обязанность это защищать, оберегать, думать обо мне, беспокоиться за меня. Понимаешь? И не доверять мне. Это тоже было. Но когда он мне доверился, это было тоже абсолютное счастье. У меня такое странное иногда ощущение. Казалось бы, что вроде бы у меня ничего и нет. Но я при этом такой богатый человек. Понимаешь? У меня в моем возрасте, да? 37 лет. Понимаешь? 37 лет я имею долги. Не, не маленький дом. Казалось бы, что я должен был быть человеком, который самым несчастным на этом свете. Но когда я смотрю на все другое, насколько я богат, я бы хотел здесь подчеркнуть моих друзей. Тебя. Но я очень богатый человек. Ты знаешь, работа работой, вот это все, вот то, что мы сегодня рассказывали, это все, это все, вот, если убрать, да? У меня папа заболел. Это был январь, конец января. Очень сложный период был. Мы были в реанимации. Сутки были в реанимации. Потом тоже это было очень сложно. Я где-то даже испугался. Мне было страшно, но я имею такую привычку бороться до конца. Я не люблю, когда люди паникуют. Я считаю, что сперва надо делать все, абсолютно все, для того, чтобы так не было. Все абсолютно. Потом уже, когда это уже случилось, ты только тогда имеешь право руки опускать. До этого момента ты не должен чувствовать страха. До этого момента ты должен держать себя в руках всегда. Нельзя паниковать. Паника – это самое ужасное чувство, которое имеет человек. Один из самых ужасных чувств. И вот, когда папа заболел, я чувствовал поддержку. Нереальную. да, мне где-то казалось, что я один. Казалось, что я борюсь один. Потому что, действительно, очень важные саги, некоторые саги делал я сам собственным решением. Это даже, наверное, впервые было, когда я даже не стал слушать совет отца. Да? И вообще, если честно, мало кто мне мог чем-то, что-то посоветовать. Потому что все было на мне. Все. Абсолютно все решения были на мне. но я чувствовал поддержку. Такую. Никто мне ничего не советовал, ничего не подсказывал, ничего не показывал, но была поддержка. Сможешь рассказать о самом сложном этапе в своей жизни. А, ты у меня задаешь вопрос? Да. Самый сложный этап юности. Это, наверное, все-таки школьный период, когда ты начинаешь быть чужим среди своих. Вот этот период, наверное, надо и пережить. Это, наверное, самый сложный период. Я очень часто помогаю. я хожу на мастер-классы в основном в школах и провожу. Я постараюсь выбить в человеке это чувство самодостаточности. Именно вытащить это. Сказать я самый простой парень из самой простой семьи. И в то время у всех было так. Оказывается, я тоже недавно это понял. Слушай, Рася со своим интервью, которое он дал, подкаст, он там очень много что и мне подсказал. Оказывается, у всех было так. Это порванные кроссовки, которые ты шьешь дома сидя. это это когда над тобой могут издеваться только из-за того, что ты высокий. Прикинь, это вот дано природой тебя, а оказалось, что это минус твой. Либо еще какие-то действия. и я благодаря Рася это, наверное, расскажу точно так же, как и Рася рассказывал это дело. Я тоже хотел быть как все. Я тоже дрался, и я тоже мучил родителей про фирменные кроссовки в одно время, про одежду и тому подобное, но Рася рассказывает это так, что там он перевелся в другую школу, и там были абсолютно другие ребята, и они помогли ему переосмыслиться, пойти по другому пути. У меня этой возможности не было, потому что я никогда не хотел мучить родителей, и перевод, естественно, в другую школу, потому что они, ну, Рася, ты, наверное, тоже знаешь, они круглосуточно работали, наши родители 90-е, чтобы нас прокормить, и разговора насчет перевода в другую школу у меня быть даже не могло, абсолютно. Родителям и так на то время было сложно, и я в один день просто понял для себя, что мне этого коса не надо, мне не нужно коса носить брендовые кроссовки, мне не нужно там как-то выделяться для того, чтобы меня уважали, да, и в уважении оказалось, я особо не нуждаюсь, понимаешь, в том уважении, где надо было завоевывать это каким-то криминалом, какими-то драками, вечно ходить в синяках и доказывать им, что я есть, оказывается, тоже не надо, у меня был конфликт с одноклассниками, где-то начиная, наверное, с 7-8 класса я не воспринимал их, я многих из них я не воспринимал, я не был в компании своих одноклассников, да, где-то по-детски они там, ну, бывало, что там были посиделки там, там, подобное, но вот так вот, чтобы там быть на их уровне, да, там, драться, собирать там толпы, да, там, как-то отстаивать, что ты крутой, я не стал этого делать, я просто от этого отказался сам, подумав, сев, я просто решил, мне этого не надо, я ходил в порванных кроссовках, они были обыкновенные, китайские, я не мучил родителей дальше, что мне нужны джинсы, мне нужны, это был какой-то один период, только какие-то полгода или год, когда ты вот перешел, там, где-то седьмой класс, наверное, и когда, ты знаешь, когда тебе говорят одноклассники, там, что а почему ты ходишь в порванных кроссовках, а почему вот смотри, как тот наш одноклассник красиво одевается, он такой стильный, а почему ты так не можешь, и ты знаешь, что удивительно, я мог, мои родители где-то в старших классах моих начали более-менее зарабатывать, и они могли мне это позволить купить, но я видел, что я своим желанием быть как все буду их напрягать, зачем, для чего мне это надо, я ходил обычно в китайских кроссовках, я по сей день не нуждаюсь в одежде, ты знаешь, меня очень часто в этом обвиняют, что я не хожу в костюме, будучи депутатом, да, в рабочем, в рабочих поездках, вообще в рабочее время, да, я хожу в костюме, потому что это обязывает меня, моя работа, но в другое время я, нет, я не буду подчиняться этим правилам, которые у меня были еще в школе, да, не хочу, я хочу быть таким, какой я есть, я обыкновенный, я простой, я буду делать так, как я хочу, хочу в рваных кроссовках ходить и не беспокоить своих родителей, и не заставлять их покупать мне кроссовки, мое желание, и, в общем, вот это вот, знаешь, вот эта самоуверенность, когда ты его обретаешь, это какое-то чувство такое, которое притягивает других людей, прикинь, я удивился этому, когда ты находишь себя, когда ты становишься самоуверенным, когда ты понимаешь, что ты, это ты, созданный собой, да, не окружением и там подобное, если бы это было бы окружением, то, наверное, я должен был бы одеваться хорошо, и когда вот это все пришло, вот это осознание ко мне пришло, мне стало намного жить легче, я начал дружить с ребятами из других школ, они были крутые ребята, как и вот Рася рассказывает, они были крутые, они были крутые в других вещах, они меня воспринимали наравне, хотя они были авторитетами, вот, ну как, не авторитетами, а как это сказать, эти ребята были там в своих районах такими крутыми ребятами, кто-то танцами, кто-то также КВН был, я играл в баскетбол, например, я подружился с ребятами, я играл в других школах в баскетбол, не в своей школе, а вот, например, там в баскетболе же надо тренироваться, после школы ты идешь играть, это тебе интересно, в школах же всегда так, я после школы ехал в другую школу, и там играл в баскетбол, потому что там ребята, которые играли со мной в баскетбол, они были другие, у них понятия были другие, и у них и наши понимания, они совпадали, и было очень комфортно, знаешь, в школу я ходил как должное, то есть, я не могу просить родителей перевезти меня в другую школу, это будет дорого, это надо за дорогу платить, там и подобное, там много других расходов, я могу закончить эту школу, которая у меня рядом, вот эта школа у меня рядом, мне близко, пошел, сходил, а общаться я могу с ними, и тогда уже в школе я понял, что круто быть собой, ты знаешь, у меня вообще сложных моментов в жизни было очень много, но я не хочу их назвать сложными моментами, да ладно, ну, такой вот переходный период, короче. Классно. А есть, скорее всего, есть, может, восприятие сейчас другое, может, ментальность уже у тебя отличается, но есть момент или есть то, о чем ты жалеешь? Ну, у любого человека, наверное, есть, то, о чем он жалеет, но слава богу, что это не такое крупное, понимаешь, это не то, чтобы я бы вот туда хотел бы вернуться и переделать, нет, такого нет, вот я слышал такое, я слышал, блин, если бы я на то время, я бы так не сделал, я бы по-другому поступил бы, зачем, зачем, так надо делать, что ты паришься тогда, живешь этой жизнью, она оказывается, вот там где-то осталась, оказывается, ты там что-то неправильно сделал, и ты вот до сих пор там прошло 20-30 лет, ты об этом думаешь, вот тогда надо было вот так делать, зачем, зачем ты себя так мучаешь, да и ладно, ну не сделал ты тогда так еще, да и бог с ним, сделаешь в другой раз так. То есть, есть полноценное чувство ответственности и принятие всех тех вещей, всех этих ситуаций, то, что было в прошлом, и нету никакого сожаления. Нет, ни о чем не жалеть. Нет, 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 я счастливый человек, у меня все есть, и слава Богу, я всегда благодарен. Рахматия за твое время, и напоследок хотелось бы попросить тебя обратиться к нашей аудитории, пожелать, преподнести свой месседж, не как депутата, а как просто человек, как Ирлан Коколов, не депутат. Я же всегда так говорю же, это наша профессия, это просто инструменты для достижения наших целей, для того, чтобы мы были счастливы. И вот я хочу, чтобы вы все были реально счастливы, на самом деле счастливы, не по определенным дням, не тогда, когда вам хочется, либо какой-то праздник, а просто так. вот сейчас и здесь, вот понять, что у вас все хорошо, вы все красавчики, и просто получить удовольствие от того, что вы живы, здоровы, и все у вас хорошо. есть люди, которые имеют какую-то инвалидность, да, и они намного счастливее, это же всем понятно и видно, и что они намного счастливее, чем люди, которые здоровы, абсолютно. Поэтому, наверное, счастье не во всем, вот в этом, да, наверное, видать счастье где-то в другом месте. И я знаю, что мое счастье, оно у меня вот здесь, внутри, всегда со мной, я всегда готов им делиться. Будьте счастливы. Отлично. Наслаждайтесь каждой минутой. Реально. Реально. Не просто на словах, да, просто так вот, а реально. Рахмат, мощно пообщались. Рахмат, за твое время, внимание, за то, что ты есть. И с вами был Лайдс-подкаст, Нурлан Мирзаматов и Эрлан Коколов. До встречи, друзья.